Человек выбирает направление именно с того лота, который у него был первый, и у него получился. То он у него получился, он понял, и он начинает просто его масштабировать. То есть, допустим, оценка на какое-то имущество, неважно, это квартира, машина, оборудование, оно было сделано, допустим, год назад. А год назад у нас были другие условия. Насколько есть реально какие-то хорошие, достойные лоты? Сейчас в России, наверное, каждый час банкротится 14 компаний, это уже такая статистика. Побеждает участник, который предлагает большую цену, чем другие участники. Уважаемые друзья, приветствую, с вами Николай Мрачковский. Мы говорим о создании капитала, о пассивном доходе, об инвестировании. И сегодня затронем с вами тему торгов по банкротству. Каким образом в этом направлении можно скупать активы на 30, 50, иногда даже 90% дешевле их стоимости. Безусловно, это очень непростое направление с массой тонкостей, нюансов, своих рисков, особенностей и так далее. И будем в этом вопросе разбираться с экспертом по торгам по банкротству Олегом Селефановым. Олег, приветствую вас. Приветствую, Николай. Мы с вами общались уже довольно длительное время назад, около полутора лет назад. У нас был ролик на эту тему с вами. Как это работает, как что можно делать. Но расскажите, пожалуйста, для тех, кто впервые к нам присоединился и смотрит на эту тему ролики, что это такое, как это работает, как работают торги по банкротству, как сейчас обстоят дела в этой сфере, есть ли что-то интересное, нет ничего интересного. И есть целый ряд вопросов, которые я вам подготовил, которые задавали и наши зрители в комментариях, ну и меня интересует. Да, Николай, мы с вами общались некоторое время назад. И на самом деле у нас торги по банкротству только набирают обороты. Почему? Потому что сейчас вот как раз наглядно покажу, что у нас банкрот становится все больше. А то многие переживают, вот, мне не хватит, я выйду, там уже все занято. На самом деле, ребят, не переживайте. Лота хватит на всех. Сегодня покажу реальные примеры, что можно покупать, за сколько можно продавать. Ну и, соответственно, получилось. У них получится у вас. Принцип один. И, ну и вкратце, для тех, кто еще только слышал, что такое торги по банкротству, но еще не вник во все тонкости, сейчас вкратце все расскажу. Когда начинается банкротство, ну, наверное, банально просто, когда различные предприятия, либо физлица, либо индивидуальные предприниматели берут кредиты, соответственно, закладывают под эти кредиты свое имущество, вовремя имущество, точнее, вовремя кредиты не возвращают, и, соответственно, выступает стадия банкротства, когда вот все имущество, которое есть у банкрота, это, может быть, столы, стулья, сейфы, компьютеры, различная техника, автомобили, земельные участки, вот все, что есть, это, соответственно, все выставляется на торги. И на торгах каждый из нас с вами может, соответственно, поучаствовать и купить. Участвовать можете как физлица, как в качестве физлица, в качестве индивидуального предпринимателя, ну, или в качестве юрлица. Соответственно, торги проходят в несколько стадий, это аукцион, где цена идет на повышение, то бишь, кто больше предложит за лот, тут и покупает. Если первый этап, соответственно, заканчивается ничем, наступает следующий этап, где цена снижается на 10%. По поводу цены, значит, от какой цены идут торги, значит, цену определяет оценщик, которого нанимает конкурсный управляющий по договору. Вкратце, что такое оценка-то, берется, значит, 5 или 10 похожих различных лотов и с помощью повышающих, понижающих коэффициентов определяется цена. И, соответственно, вот от этой цены и торги проходят. Средняя цена по рынку и от этой цены идут сначала аукционы, потом публичка. Вот, да, хотел как раз Олег уточнить, то есть это обычно стартовая цена, она близка к рыночной? Близка к рыночной, но бывает, конечно, хитрый конкурсный управляющий, который не хотят вот эти три этапа проводить, потому что три этапа примерно занимает от 3 месяцев. Они, соответственно, сразу оценивают, что лот у них стоит дешево, этим привлекает участников и, соответственно, бывает так, что цена разгоняется до рынка. Но таких лотов мало, скажем так, ну, процентов 5, но они есть. В основном цена изначально рыночная и вот на аукционах она идет сначала вверх, но в 90% случаев на аукционах ни на первом, ни на втором никто не участвует, все ждут, когда наступает публичка, потому что на публичном приложении цена падает, значит, где-то на 30, где-то на 50, где-то на 70, где-то на 90%. Сразу отвечу на вопрос, до какой стадии может падать цена, значит, здесь определяет, опять же, все кредиторы вместе с конкурсным управляющим. То есть, они решают, что вот нам достаточно, чтобы цена упала вот на такую-то сумму или на такой-то процент. И, соответственно, отражают это все в регламенте торгов, которые подписывают все кредиторы и конкурсные управляющие. Это является документом, в котором отражается информация, на какой площадке будет участвовать торги, с какой суммой будет торговаться. Если наступает публичка, то докуда будет падать цена, потому что и бывает цена отсечения, бывает цена вот агентства по страхованию вкладов. Есть такое, значит, у нас организация, которая тоже занимается продажей имущества банков. Так вот, у них есть такое понятие, как остаточная цена, и вот до этой остаточной цены значит публичка проходит и все, больше потом она не снижается. Олег, можете пояснить, вот я не очень понял разницу, первые этапы и публичное предложение, вот чем отличаются первые этапы торгов от аукциона от публичного предложения? На аукционе у нас, ну, возьмем сразу пример, допустим, цена миллион и участники, которые приходят на первый аукцион, они, соответственно, должны, значит, поучаствовать. Участие проходит как? То есть, есть начальная цена, есть шаг торгов и, соответственно, участники приходят на площадку и им ничего не остается делать, просто нажимать на кнопку подать заявку. То есть, цена автоматически, кратно шагу торгов повышается. К примеру, начальная цена миллион, шаг торгов 50 тысяч. Первая цена миллион, кто-то из участников нажал. Значит, эта цена бронируется за ним. Дальше автоматически цена меняется миллион пятьдесят. Значит, если кто-то нажимает, соответственно, цена за ним бронируется. Да. И в чем отличие аукциона? То есть, там идет таймер с обратным отсчетом и, соответственно, в течение получаса, где-то часа, значит, каждый участник может подать свою заявку. То есть, тут не нужно, какая-то скорость не нужна. То есть, аукцион идет вверх? Аукцион идет вверх. И то же самое касается второго аукциона. То есть, он тоже идет вверх. Единственное, что у него на 10% начальная цена снижается. То бишь, если первый аукцион был миллион, то на повторке будет уже 900 тысяч. То есть, на 10% цена снизилась. И опять же, идет на повышение. Кто больше предложит даже на одну копеечку, там, соответственно, тот и побеждает. Но вы говорите, что в основном никто здесь не хочет участвовать, все ждут третьего этапа, да? Где максимальные... Тоже для участников сейчас более комфортные условия. Почему? Потому что, вот если раньше было условие, что кто первый поддаст заявку, тот и побеждает. И то, соответственно, важна была скорость. То есть, доходило до того, что люди подавали заявку, там, за тысячную долю, секунду до окончания, значит, публички. То есть, использовали с программой роботы, такие... Я тоже такой программой пользовался. И реально смотришь протокол, и как протокол каких-то спортсменов, бегунов, потому что, допустим, выиграл участник, у него 12... Подал заявку на 12-й тысячной секунде, потом кто-то там на сотой секунде, потом кто-то на десятой, потом кто-то уже там на третьей секунде, да? То есть... Вот. Сейчас более комфортные условия. То есть, сейчас побеждает цена. Суть в чем? Что, допустим, также цена снижается, но на любом этапе побеждает участник, который предлагает большую цену, чем другие участники. К примеру, цена была миллион и начинает на 100 тысяч снижаться. Там 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300. Вот на 300, допустим, заходят три участника и первый участник подает, допустим, цену 300 тысяч, другой 305 тысяч, третий 347 тысяч. Соответственно, если у них все правильно оформлено, задаток пришел, то, соответственно, организатор торгов определяет, кто больше дал. Соответственно, больше дал тот 347 тысяч. Соответственно, он признается победителем. И здесь нужно помнить, что если вы, допустим, захотите поучаствовать на следующем этапе, бывает так, что торги сразу не останавливаются, а собираются заявки по всем этапам. Сразу, позже немножко скажу, для чего это делается. организаторами, и, соответственно, кто-то думает, а, значит, я пойду не на этапе, когда было 300, подам заявку на этапе 200 тысяч, но подам, допустим, миллион. Но закон таков, что побеждает именно тот участник, которого подал заявку на более раннем этапе, да. Вот. Почему бывает так, что торги сразу не прекращаются, когда есть заявки? Значит, это делается для того, чтобы конкурсные управляющие, они пока не понимают, участник торгов, который победил, он будет заключать договор или не будет? Он будет этот договор оплачивать или не будет? То есть, они в таком пока, у них сомнения, потому что были случаи, когда вот был единственный участник, потом вдруг, значит, он отказывается, то есть, допустим, проходит 30 дней после подписания договора, и он вдруг отказывается от лота. Но он же задаток тогда потеряет. Он теряет задаток, да, но для конкурсного это тоже минус. Почему? Потому что, во-первых, время прошло, ему нужно опять, значит, кредиторам объяснять, почему он, значит, до сих пор не продал. Опять нужно тратить деньги на публикацию предложения на площадках, публикацию в коммерсанте, и, соответственно, они это очень, как бы, не очень любят. Вот. Поэтому некоторые конкурсы, они вот, собирают заявки прямо по всем этапам, и в конце, значит, делают такой общий протокол, чтобы было там, допустим, 15 участников, побеждает участник, который подал там на этапе, когда была цена 300 тысяч, по цене 347 тысяч. По поводу вопроса сразу, который у многих, наверное, есть в голове, что, блин, а мне, наверное, не хватит, там уже все скуплено, покупает свои, и так далее. Значит, сейчас немножко в цифру, что у нас сейчас в России, ну, наверное, каждый час банкротится 14 компаний, это уже такая статистика, которую каждый из вас может проверить. По поводу годовой численности банкротств, то есть у нас в 20-м году банкротств, физлиц и индивидуальных предпринимателей увеличивался на 73%. И так каждый год, то есть я сегодня тоже покажу. Каждый пятый малый бизнес России стал убыточным, и некоторые даже вот сработали в ноль, то есть они тоже вот на грани находятся, что еще чуть-чуть и тоже будут банкротами. Но я думаю, что каждый из вас находится в своем городе, можете прямо, когда идете на работу или, значит, прогуливаетесь, обращать внимание, что вот многие магазины, они уже начинают закрываться. И по поводу потенциальных банкротов, это вот на текущий момент это 764 тысячи, это которые потенциальные, то есть они вот еще находятся либо уже на грани, либо уже в процессе банкротства. И сегодня, кстати, будут примеры, когда у нас наши ученики тоже попадали в стадию банкротства, и вот как раз они с помощью торгов находили новый способ заработка. Олег, такой вопрос, который я видел много комментариев по поводу этичности этого бизнеса, что нет ли такого, что вы пользуетесь ситуацией, что люди находятся в очень сложном, плачевном положении, и, ну, собственно, как бы для некоторых людей это выглядит крайне неэтичным занятием, что вот вы пользуетесь плачевным положением людей и забираете у них последнее. Хороший вопрос. Здесь я обычно отвечаю следующим образом. Мы, как участники торгов, наоборот, помогаем людям или организациям, которые находятся в стадии банкротства, начать, по сути, жизнь с чистого листа. То есть, мы покупаем имущество, наши деньги попадают кредиторам, кредиторы получают хоть какие-то, значит, средства, значит, по тем долгам, которые накопились, и, соответственно, кредиторы получают деньги, банкрот начинает жизнь с чистого листа, мы, соответственно, зарабатываем небольшую копеечку. Не нужно думать, что мы работаем в рамках, там, за рамками закона, то есть, вот на этом слайде вы можете увидеть, что мы работаем в рамках закона. Закон имеет номер 127. Я даже на слайде показал, что у нас этот закон становится тоже все толще и толще, потому что вносятся дополнительные, значит, главы, разделы и так далее. Для многих людей, вот этот, торги по банкротству является таким дополнительным заработком, то есть, тут даже не нужно как бы с работы увольняться, да, вот просто помогаешь людям, покупаешь имущество, потому что на текущий момент пока нет возможности банкроту, банкроту, значит, начать жизнь с чистого листа, не продав имущество, то есть, ну, это как бы закон такой. Вот, поэтому я считаю, что тут все этично, то есть, мы никого не грабим, работаем в рамках закона, даже сегодня расскажу примеры, когда мы помогаем, значит, тем же людям, которые продают свои квартиры, которые находятся в залоге, значит, спокойно выехать, то есть, нанимаем грузчиков, машины, значит, кому надо, квартиру снимаем, то есть, мы являемся такими, вот, такими большими-большими помощниками, и все, и люди спокойно переезжают, и начинают жизнь с чистого листа. банкротства как наступают? Когда организация накопила долг, долг у нас считается в размере 300 тысяч рублей, и этот долг не выплачивал в течение трех месяцев, соответственно, любой кредитор может подать заявление на банкротство. Что касается физлист, то, соответственно, тут сумма чуть больше, то есть, она около 500 тысяч, но срок тот же, три месяца. Это можно рассматривать с нескольких точек зрения, допустим, со стороны, допустим, это кажется немножко дико, когда мы покупаем имущество банкротов. А вот вы начните рассматривать эту ситуацию, когда вы кому-то отдали деньги в займы, либо в долг, либо еще как-то, и вам тот человек эти деньги не отдает. Вот вы с этой точки зрения как будете смотреть? Ну, неприятно, конечно. Тоже такая же ситуация сейчас, и поэтому начинаешь как бы работать обоюдно, пытаешься решить вопрос, но чувствуешь, что с той стороны какая-то глухая оборона идет. И поэтому здесь тоже такая фишка есть, можете, в принципе, это использовать, если, допустим, идти правильным путем, судиться, там, это будет одна, значит, первый суд, потом апелляция, потом касаться, потом верховный, это может на годы растянуться. А если вы видите, что, в принципе, у человека, который вам или организация должны денег, есть имущество какое-то, да, либо они чем-то занимаются, то, в принципе, ваша задача просто просудить этот долг и сразу приступить к стадии банкротства. И поверьте, вот кто так делал, они на порядок ускоряли процесс возвращения денег, потому что та организация, которая сидит и не хочет отдавать деньги, она понимает, что она должна, допустим, 300-500 тысяч рублей, но у ней активов там на 10, на 20, на 30 миллионов. И за счет, вот, нелогично будет, да, из-за там 300-500 тысяч долгая, значит, попасть в банкротство и у тебя все эти активы там по 10-20-30 миллионов попадут в конкурсную массу и будут продаваться. Ну, если есть, то да, но мне кажется, что если у организации 50 миллионов активов, то вряд ли она там будет банкротиться из-за 300 тысяч. Она не будет, они же тоже включают голову, и понимают, что им проще эти деньги дать, но если идти правильным путем, то многие начинают затягивать процесс, то есть они не хотят эти 300 тысяч или 500 отдавать, они вот начинают, давай судиться там, а то получается там несколько месяцев это первая инстанция, потом несколько месяцев апелляция, потом несколько месяцев касаться, потом верховный и так далее, то на год может растянуться, банкротиться, а тебе допустим для работы эти деньги нужны, потому что у тебя оборотки нету, там еще что-то, да, и поэтому почему вот как раз у нас сейчас набирает обороты вот именно банкротства, потому что доходит до того, что вот многие начинают долг не отдавать, хотя могли бы, а те люди, которые эти деньги нужны, они соответственно надеялись, что им вернут, им не возвращают, они пытаются взять деньги в банки, в банки говорят, а мы вам что-то не дадим, и соответственно получается такой замкнутый контур, да, то есть вроде были на плаву, из-за того, что нам тот человек или эта организация денег не возвращает, мы соответственно попадаем сами в банкротство, поэтому тоже вот для многих, кто будет смотреть, если у вас на текущий момент такая ситуация, что вам кто-то должен, рекомендую просудить этот долг и соответственно сразу идти подавать на банкротство, как я уже сказал, Юрик должен 300 тысяч, не возвращает 3 месяца, физик 500 и соответственно тоже 3 месяца. Ну это же тоже не так просто подать на банкротство, это же довольно дорогостоящие проценты. Ну да, там нужно просто все взвесить, я просто почему об этом это рекомендую, потому что у меня были знакомые, которые жаловались, что прямо вот они судятся, 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 я говорю, ребят, идите в банкротство, все, как только они подавали заявление, все, значит буквально проходит там 1-2 недели, им долг возвращают, то есть организация, которая видит, что значит им светит банкротство, а у них активов там на десятки миллионов, они понимают, что им проще сейчас деньги отдать, закрыть по мировой, да, и уйти от этого. То есть опять же тут нужно все посчитать. Вот, ну вернемся к вопросу, значит, как это все происходит, то есть первая стадия, когда организация берет кредит под залог имущества, потом 3 месяца она соответственно не может его вернуть, то кредитор имеет вправе подать на банкротство, а в течение 6 месяцев у нас идет внешнее управление, если назначается внешний управляющий, соответственно, он пытается каким-то образом оптимизировать задолженность, вернуть долги, но как показывает практика, в 99% в случае ничего не происходит, и соответственно все, через 6 месяцев наступает конкурсное производство, то бишь банкротство, назначается конкурсное управляющее, и он уже описывает все имущество, которое есть у должников, надо помнить о том, что конкурсное управляющее имеет право под закону вернуть имущество, которое до банкротства в течение 3 лет было как-то выведено из массы конкурсной, кому-то подарено, значит, продано дешево, значит, куда-то выведено, заложено и так далее, то есть он может через суд все договора аннулировать, и соответственно все это имущество возвратить в конкурсную массу, а далее он нанимает оценщика независимого, который оценивает каждый лот, лоты могут формироваться как отдельными, значит, партиями, а могут полностью комплексно имущество продаваться, то зависит от того, как кредиторы вместе с конкурсом решат это продавать, то есть может продаваться по стулья, каждый стул отдельно, отдельный лот, либо может продаваться сразу там партия, 50 стульев, как пример, и соответственно идти одним лотом, вот, далее конкурсный, значит, заключает договор с площадками, то есть у нас на текущий момент около 50 различных площадок, есть крупные, есть средние, есть мелкие, значит, заключает с ними договор, платит деньги и размещает, значит, публикацию о торгах на площадках, мы с вами как участники на площадках участвуем бесплатно, поэтому здесь Олег, а что, надо тогда на всех 50 площадках регистрироваться и участвовать, получается, так? Если есть возможность, то лучше на всех 50, почему, потому что у нас лоты размещаются только один раз и только на одной площадке, то есть они нигде не дублируются, поэтому, если мы хотим полностью видеть весь рынок, то достаточно вот купить на текущий момент, слайд есть, сколько у меня там разных ЭЦПшек, поэтому, если бюджет позволяет, то, соответственно, лучше купить на все 50 и, соответственно, зарегистрироваться там и просто отслеживать. Можно на каждой площадке отслеживать, опять же, ниже, значит, обсудим, а можно использовать специальные программы, которые, ну, для нас это просто как кладезь такой, что они быстро экономят нам время, буквально за 5 минут ты найдешь то, что тебе надо. А, ну, типа агрегаторы, да, которые... Типа агрегаторы, да, то есть там специальные роботы, которые, значит, всю информацию находят. Олег, был у нас такой комментарий как-то, что человек исследовал лоты на площадках и пишет, что там все те же самые лоты, что на Авито висят. Это правда или это человек не разобрался? По поводу Авито у нас, то есть многие участники, когда участвуют на торгах, они, соответственно, могут участвовать как на свои деньги, могут участвовать так на деньги покупателя, то бишь инвестора. Соответственно, каждый из них должен понять, вот тот лот, который он нашел, ему понравился, он, насколько вообще на него спрос здесь на рынке. И один из способов, это как раз есть возможность разместить объявления на различных площадках, в том числе Авито, и по количеству звонков и общения и интереса понять вообще, значит, по чем можно продать, да, по чем можно продать и, соответственно, тот лот интересен или нет. Бывает так, что ты выставляешь объявление и у тебя тишина. Ты цену меняешь, фотографии меняешь, описание меняешь, тишина, да. А бывает так, что ты это же все самое размещаешь, допустим, в другом городе, в другом регионе и у тебя начинается просто вал звонков. То есть, такое тоже у нас было, когда люди покупали, допустим, какую-то технику где-нибудь в Омске, в Омске она не продавалась, размещали в Питере, в Питере на Урал улетала, потому что покупатель приезжал с Калининграда, ему проще в Питере купить данную технику и в Калининград ее увезти. То есть, разные были, значит, варианты. Вот, по поводу еще Авито, значит, там не только участники размещают объявления, там размещают информацию сам конкурс направляющий. Почему? А он же спрос тестирует, как бы? Нет, он не спрос тестирует, его задача продать. И чем больше он покажет этот лот всем, тем больше вероятность, что он продаст. То есть, конкурс направляющий имеет право, значит, размещать информацию на Авито, на различных, значит, местных форумах, площадках. Также он размещает информацию в газетах местных. То есть, кто, допустим, в регионах живет, часто наблюдают, что вот местных газетах появляется информация, что продается какое-то имущество в рамках банкротства. И, соответственно, мы также помогаем, значит, конкурс направляющий, когда размещаем информацию на различных таких тоже рекламных площадках. При этом, иногда бывает такая смешная ситуация, что конкурсный управляющий не до конца понимает, что ему-то это большой плюс, что он, по сути, денег не тратит, а ему вот наши те же ученики, наши вот партнеры, конкуренты с помощью своих денег, размещая объявления на разных площадках, значит, направляет ему поток покупателей. Многие это не понимают и они считают, что мы начинаем им мешать. И, ну, складывается такая, конечно, смешная ситуация, когда он считает, что мы ему мешаем, а ты ему потом объясняешь, что, дружище, значит, мы за свои деньги, получается, приводим тебе покупатель потенциальных, они покупают. И вот, когда до него доходят, он говорит, ну, парень, спасибо. Бывает такое. Вот, значит, по поводу участия, как я уже говорил ранее, значит, необходимо было иметь какой-то мощный компьютер, чтобы на нем было, не было лишних программ, должна быть выделена линия к интернету, чтобы у тебя скорость была максимальная. Сейчас для нас комфортные условия, потому что ты можешь работать с самым простым ноутбуком, с самым, наверное, дешевым, с самым стареньким, работать из любого места, у тебя может быть плохой интернет, но главное, чтобы он отправлял, значит, заявки. Вот, и ты можешь работать, ну, вот, из любого региона, даже вот, находясь где-нибудь на отдыхе, возле моря. Ну, Олег, подать заявку-то можно, но, как покупать имущество, не посмотрев его, вот особенно с недвижимостью, вы же, ну, мне кажется, сами-то всегда смотрите объекты, или речь о технической возможности здесь? Николай, хороший вопрос. Почему важно смотреть то, что ты покупаешь? Потому что нужно понимать, что мы все-таки живем в России, в России, значит, смекалка работает не только, значит, у нас, но работает у конкурсных управляющих, у оценщиков, и бывает, а мы заранее же не знаем, на той стороне, насколько вот честный человек, да, если бы у нас было понимание, что вот Иван Иванович, это самый честный конкурсный управляющий, вот как он написал, как он выложил, вот как сказал по телефону, ответил на твои вопросы, все, этому можно верить. У нас 50 на 50, поэтому, чтобы себя подстраховать, всегда нужно смотреть все, что вы хотите купить. Это можно смотреть лично, можно это делать чужими руками. То есть, я всегда использую второй вариант, потому что, ну, значит, на все лоты не съездишь. Тоже лайфхак, как можно смотреть чужими руками. Находим на Авито в разделе, значит, поиск работы, именно в том регионе, где находится у вас слот человека, можно взять студента, и, соответственно, буквально за небольшую сумму он сделает то, что вам надо. Но это касаемо таких простых действий, там, допустим, касаемо стройматериалов, недвижимости, какой-то там, потому что, что касается техники, здесь, конечно, лучше студентов не брать, здесь лучше взять людей, которые именно специализируются, являются такими автоэкспертами, они тоже есть в любом регионе, стоит их услуга буквально там от 500 до 1000 рублей, и все. Ты можешь с ним договориться, он съездил, значит, все сделал, тебе потом протокол присылает, и, в принципе, этому уже можно верить. Некоторые у нас просто даже не автоэкспертов, а таксистов отправляют, что таксист съездит, там, посмотри, что-нибудь померяй. Вот, то есть, разные способы, то есть, я вот рассказываю, как можно там найти от 7 до 10 различных вариантов, как это делать, но вот один из них, это вот на авито найти, значит, человека, который ищет работу. Подработка сейчас нужна всем, и многие вот как раз именно этим пользуются. Вот, и еще такой тоже плюс по поводу аукционов, что, в принципе, это можно делать параллельно в своей работе. То есть, используя вот агрегаторы, ты вот максимально экономишь свое время, буквально достаточно тебе вбить в фильтр исходные данные, то, что тебе надо, получить информацию, взять телефон и созвониться с конкурсным управляющим, задать ему все вопросы, которые тебя интересуют. Все, это можно сделать в обеденный перерыв. Да, а насколько есть реально какие-то хорошие, достойные лоты? Потому что, действительно, есть мнение, что все уже разобрано раз, конкурсные управляющие своим все хорошее слили, а на торгах находится только полный хлам на общественных, который никому не нужен, либо это какие-то крайне сложные лоты, где надо, ну, как-то прям очень сильно с ними придумывать, что сделать. Хороший вопрос. На самом деле, этот вопрос возникает тогда, когда ты, ну, не вникал в торги, когда начинаешь вникать, понимаешь, что в принципе торгов настолько много, что, ну, нужно понимать, что лоты в разном состоянии есть. Но, когда ты начинаешь все анализировать, смотреть, то есть, ты же можешь предварительно все это сделать, анализ, не выезжая, потом уже, если лот заинтересовал, можно уже окончательно для принятия решения, буду участвовать, или не буду, значит, выехать саму, либо сделать чужими руками, уже потом принять решение. Значит, по поводу лотов, лоты есть в очень хорошем состоянии, есть в удовлетворительном, есть в неудовлетворительном состоянии. И, соответственно, когда ты делаешь анализ, ты понимаешь, что даже вот если лот в неудовлетворительном состоянии, но ты понимаешь, как ты этот момент можешь решить с помощью, там, денег, с помощью мастеров, с помощью еще как-то, ты можешь на этом очень хорошо заработать. то есть чем иногда бывает чем хуже объект тем больше на нем можно заработать чем лучше объект тем меньше на него можно заработать почему потому что чем проще объект но машина в идеальном состоянии понятно что там думать ничего не надо соответственно привлечет больше участников чем машина у которой допустим нет колес примеру да потому что кто-то подумает блин колес нету не хочу за этим заморачиваться где я буду эти колеса находить и так далее а кто-то скажет у нас просто были примеры когда ученик допустим занимается значит грузовыми автомобилями допустим китайцами да он покупает на торгах просто какой-то хлам то есть он мне показывает фотографии там есть на кузов один и мост все больше ничего нету он соответственно начинает раз он занимается значит грузовыми у него есть какие-то запчасти он это все доводит до ума красит и потом соответственно продает как был и потом реально показывает фотографии которого машина до машины после это вот как небо и земля есть у нас участники которые допустим специализируются именно покупая такие машины в очень плохом состоянии почему потому что они понимают что те кто будет эти машины брать на металлом они соответственно будут ждать более низкой цены они соответственно делают анализ расчет и понимая что нужно покупать чуть дороже покупает эти машины и продают их допустим в белоруссии продают в африку то есть есть у нас студенты которые именно специализируются такие направления вот то есть вариантов масса сегодня как раз разные покажем варианты что можно покупать вообще то есть по поводу площадок то есть одна из них это you tender это такая считается средняя площадка вот можно даже после просмотра этого видео зайти вот на по этой ссылочке выбрать публичное предложение в наименовании вбить то что вам надо и соответственно поискать вот как я уже сказал такие площадок 50 и если на этих на каждой площадке открыться это конечно очень много времени занимает поэтому мы позже разберем какой программы можно пользоваться значит по поводу участия как мы ранее уже посмотрели что для участия нужен обычный ноутбук и нужна электронная цифровая подпись далее нужно зарегистрироваться на площадках можно на тех площадках которые у вас поддержит ваша подпись то есть бывают подписи выдаются на 10 площадок на 15 площадок на 30 площадок там можно для какой-то конкретной площадки чтобы допустим в если у вас бюджет небольшой можно взять прямо подпись для какой-то конкретной площадки и только там смотреть тоже такая рекомендация допустим у кого бюджет ограниченный и не хочет ни в какие регионы ездит ваша задача просто вот зайти на на сайт фед ресурс банкротства вбить ваш регион выбрать и просто нажать поиск и соответственно в стол все где написаны площадки выписать для себя на каких площадках проходят торги далее значит позвонить в удостоверяющий центр сказать что я вот хочу участвовать в торгах по банкротству мне интересуют вот какие-то площадки и соответственно на этих площадках по и попад эти площадки вам подберут подпись и все вы соответственно буквально там 535 площадок на которых обычно проходят торги именно по конкретной области и все вам не нужно никуда выезжать и вы можете значит смотреть площадке именно точнее смотреть вот именно на эти площадки но я рекомендую всегда смотреть шире потому что она страна большая и бывает так что вашей области идут только аукционы публичек нету а в соседней области наоборот все публички идут поэтому нужно смотреть шире как бы и участвовать везде где только можно доехать в любую точку стороны у нас но труда не составляет олег вот кстати хотел узнать по москве у меня создалось впечатление что в крупных городах но вот типа москва санкт-петербург особо ничего интересного нету что там все вообще разобрано видимо очень высокая конкуренция и скорее надо искать и что то такое более мелкая или вообще по всей стране как здесь ситуация здесь нужно просто смотреть потому что ну так же как вот допустим взять металлолом у нас русский язык настолько богатый что одно слово можно обозначать по разному то есть металлом можно писать металлом искать металлом да а можно писать допустим в ковш металлический там балка металлической мол не отвод там или рельсы значит уголки швелера и тому подобное то есть тут можно допустим искать другими словами значит можно искать допустим в соседних областях то есть можно расширить допустим кто-то занимается квартирами еще только квартира допустим почему не смотреть машины почему не смотря дебитор куда почему еще не смотрит там тоже металлом почему потому что сейчас цены на металлом очень сильно выросли потому что спрос с европы пошел и стали просто в ноль забирать металлопрокат. И, соответственно, заводам не хватает металла, они начинают подтягивать металлолом. И металлоломщики, соответственно, цены подняли. Вот. То есть нужно смотреть разные способы. Сегодня как раз будут примеры, когда кто-то монеты у нас покупает. То есть купил монеты, ты понимаешь, что если ты пойдешь в банк, тот же Сбербанк, у тебя какие-то монеты купит, а какие-то не купит. Особенно он не любит серебро, почему-то. Продавать любит, а покупать не любит. Но есть очень много форумов, сервисов, где коллекционеры именно ищут определенные монеты. И там цены очень хорошие. Вот сегодня тоже посмотрим такой пример. Да, и закончить, что нам нужен обычный ноутбук. Составляем заявку, готовим документы, платим за даток и все. В принципе, мы можем поучаствовать на торгах. Значит, чтобы принять, соответственно, нам нужно купить подпись. Подпись можно сделать буквально за 2 часа срочную. Можно сделать там несрочную за сутки. Далее нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас занимает 3 рабочих дня. Это тоже нужно помнить. Но при этом есть на каждой площадке сейчас уже услуга, что буквально за 9000 рублей они вас зарегистрируют буквально там в течение часа. Значит, это когда актуально? Когда, допустим, ты нашел какой-то лот, у тебя площадка, значит, на которой ты хочешь зарегистрироваться день недели, пятница, к примеру, или четверг. То есть, начинаем читать 3 рабочих дня, выходим на понедельник, вторник. А торги, допустим, в субботу или воскресенье. То есть, ты физически не успеваешь. Но с помощью вот таких услуг можно, в принципе, зарегистрироваться. Поэтому я всегда рекомендую, значит, как только подпись сделали, вот взять и максимально зарегистрироваться на все площадки, на которые она действует. Потому что таким образом вы сразу снимете с себя вот эту ситуацию. Она у меня тоже так же была, когда мне лень было на какой-то площадке регистрироваться. Потом я находил там лот или, допустим, инвестор обращался и приходилось там прямо с пеной бегать и решать вопрос, как быстро зарегистрироваться. Поэтому, чтобы такого не было, лучше заранее потратить день, значит, подать заявку. Все, в течение трех рабочих дней значит, регистрация проходит. И не нужно потом вот эти 9 тысяч рублей потом тратить. Вот. И на некоторых площадках все проходит автоматически после трех дней. Где-то нужно будет еще нажать на определенную ссылочку и подписать регламент работы на площадке, что вы, значит, соглашаетесь с теми правилами, которые на них действуют. Вот. По поводу ЭЦП. По сути, это является вашей подписью только в цифровом виде. Там занесены все ваши данные. ИНН, СНИЛС, паспорт, где прописаны, телефон и так далее. И, соответственно, я всегда рекомендую ЭЦПшку делать на вот таком специальном рутокене. Это такая специальная флешка, на которую не записать и с которой ничего не стереть. Для чего? Ну, такая безопасность. То есть, торги идут. Достал специально. Вот, допустим, у меня рядышком всегда там находятся. Вот я достаю. Если мне надо поучаствовать, я, значит, тоже втыкаю аккуратно. Поучаствовал в торгах. Значит, вытащил, спокойно положил и все. Вот. Ну, и для получения там желательно, значит, приложить те документы, которые необходимы. Там, для физиков, одни требования. Для ИП нужно, допустим, свидетельство дополнительно приложить и выписку. Для ООШик там, ну, еще дополнительный устав и так далее. Вот. По поводу, как мы уже говорили, по поводу различных агрегаторов, которые ускоряют процесс. На самом деле, для нас это вот просто такой кладезь, вот тут выложил несколько примеров площадок. То есть, где-то бесплатно, значит, услуга стоит, где-то какие-то деньги требуются. Но, тем не менее, это все бюджетно. То есть, можно, допустим, если бюджет ограниченный, то на каждой площадке есть тариф, где можно буквально взять сутки и ты за сутки найдешь столько лотов под свой, под свои параметры. Да, то есть, я всегда рекомендую не каждый день там по 30-50 лотов находить, что у нас есть ученики, которые мне потом пишут, я нашел тысячу лотов, что мне делать? Я говорю, зачем? Зачем тысячу лотов? То есть, определи вот свой бюджет, свой регион и то, что ты планируешь, допустим, покупать. И под эти параметры найди для себя 10-15 лотов, которые тебя вот на текущий момент устраивают. Все, больше ничего не нужно искать, начинай с этими лотами работать. Поэтому тут можно на каждой площадке взять тариф, допустим, ну, не надо на всех, потому что они площадки не другую, по сути, дублируют, что информация-то, она с одних и тех же площадок берется. То есть, зашли на один агрегатор, взяли, допустим, сутки, за сутки нашли там 10-15 лотов, открыли их в отдельных окнах в браузере и просто потом сидишь и анализируешь, общаешься с конкурсом. Все. А как называются эти агрегаторы? Можете ли раскрыть или это вы где-то? Здесь, ну, на что рекламу не делать, просто в том же Яндексе вбить агрегатор торгов по банкротству и вот там будет 10-15 лотов, 10-15 таких агрегаторов, которые вы можете прямо поюзать. Тут рекомендую именно выбрать под себя, потому что, ну, так же, как с браузером, кому-то удобно в Google, в этом, в Chrome работать, кто-то в Яндексе, кто-то в Опере, кто-то в Мозиле, кто-то в интернет-эксплорере. Вот, то есть, у каждого свое предпочтение. Здесь то же самое, зашли, поюзали, это все бесплатно, поискали, если понравилось, то, в принципе, можно там сутки взять и, соответственно, найти лоды, которые вам интересны. Вот, ну и вот на одном из такого агрегатора, который больше мне, более мне так нравится, вот, по поводу квартир, да, то есть, какие варианты есть, то есть, если ты не выбираешь конкретно там регион какой-то, выбираешь просто, допустим, квартиры, да, и мы можем видеть, что в Ростове там есть, в Иванове есть, в Волжске есть, в Иркутске, то есть, вся страна, и вся эта информация размещается. Олег, ну вот можно я сразу вопрос задам? Вот смотрю, допустим, лот, квартира в Ростове, и цена с 2,378 упала, а нет, она снижается, она снижается, да, а какая рыночная, непонятно, это самому надо выяснить, да, как бы. Какая рыночная, то есть, есть тут, на площадках есть дополнительная информация, то есть, за более, скажем, дороже, как тариф выбираете, там есть, ну, как бы местная оценка рынка, но в любом случае, эту оценку стоит делать, потому что, не стоит доверяться, как бы, кому-то, когда ты это сделаешь сам, ты, как говорится, сам себя не обманешь. И здесь нужно рынок именно исследовать, то есть, одним из таких показателей является, как раз, размещение информации на том же Авито, да, на самом деле, этих площадок очень много, вот, но, как вариант, как пример, возьмем Авито, и, соответственно, по спросу, ты можешь понять, вообще, та цена, которую, по которой ты хочешь продать, и, та квартира с описанием, она рынку сейчас интересна или нет? Понятно, что сейчас у нас немножко все дорожает, да, вот, поэтому, и плюс еще в торгах, в чем? в том, что тут многие оценки по лотам делались с лагом полгода-год, то есть, допустим, оценка на какое-то имущество, неважно, это квартира, машина, там, оборудование, оно было сделано, допустим, год назад, а год назад у нас были другие условия, другие цены были, то есть, они были на порядок ниже, и, соответственно, цена, по которой, значит, выставляется это имущество на торги, она, соответственно, та цена годовалая. Ну, а что, они за год не смогли продать по той дешевой цене? Нет, там просто бывают ситуации, когда, допустим, идут суды какие-то, идут разбирательства, да, значит, потом кто-то начинает там жаловаться, допустим, бывает такое, что участники подали заявки, кого-то допустили, кого-то не допустили, вот кого не допустили, он не согласен с этим, начинает разбирательство, и на этот момент торги приостанавливаются. Бывает так, что конкурсный управляющий пытается имущество вытащить, то есть, оно было, допустим, продано по какой-то дешевой цене или подарено кому-то, он через суд пытается все это аннулировать, соответственно, имущество вернуть конкурсную массу и потом продавать. То есть разные ситуации бывают, но нужно понимать, что у нас сам процесс торгов по банкротству занимает от 3 месяцев. То есть 3 месяца, 4, 5, 6 и так далее. Потому что первый акцион сначала объявление идет там 25 дней, потом в повторные торги тоже там 25 дней. То есть немножко вот так вот все сдвигается. И вот как раз когда мы не зациклены за какой-то конкретный регион, мы смотрим полностью всю Россию и понимаем, что где-то допустим только движение началось с спросом на недвижку, а где-то наоборот оно чуть-чуть приостанавливается. Либо где-то начинается строительство какого-то важного объекта. То есть у нас тоже ученики бывают, в Сибири вопросы задают, допустим ты на этот лот бы не обратил внимания, но там начинается строиться какое-то крупное предприятие и соответственно там приезжают очень много командировочных. И соответственно люди, которые занимаются сдачей квартир посуточно или помесячно, они соответственно ищут варианты как можно больше задать. И соответственно ту квартиру, которую ты купил, у тебя просто с руками отрывают. Опять же тут смотрим по ситуации, да, вот сегодня тоже расскажу пример, как у нас школьник 15 лет выиграл участок 60 соток по ДЖС, да, и соответственно как он с этим будет потом разбираться. То есть разные варианты, то есть тут нужно просто все считать, смотреть. На самом деле ничего сложного нету, то есть тут многие подумают, блин, это же там чуть-чуть не какой-то, там какие-то логарифмы должны быть, там процесс такой, нет, все, все. Все настолько просто, что вот кто начинает потом торгами заниматься, понимаешь, что смогут каждый. Вот что касается автомобилей, тоже разные варианты есть, опять же все нужно смотреть. Олег, вот я сейчас обратил внимание, смотрите, вот этот лот, владельцев 5, одна машина и 5 владельцев. Ну опять же, да, здесь, допустим, чем агрегатор хорош, что здесь иногда дополнительную информацию, на которую ты бы вначале не обратил внимания. Здесь, допустим, владельцев 5, ты начинаешь выяснять, что это за владельцев 5. Возможно, это было, вот банкрот, он был пятым владельцем, да, который там, значит, владел этой машиной, либо там еще какая-то ситуация. И если там, допустим, какая-то нестандартная ситуация, а многие участники торгов, ну большинство, они любят, чтобы было все просто, да. А когда вот такая нестандартная ситуация, допустим, ну многие скажут, блин, я не хочу участвовать, непонятно, там что-то сложно. А кто-то, наоборот, кто машинами занимается, скажет, да, это все ерунда, это вопрос решаемый, нам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, все. И, соответственно, когда вот есть в лотах какие-то такие непонятные моменты, здесь цена будет снижаться. И, соответственно, ниже будет цена, меньше конкурентов. Вот, Олег, тогда правильно ли я понимаю, что, ну, собственно, основное искусство в торгах – это находить какие-то более, ну, проблемные лоты, которые отпугивают большинство людей, но где можно, ну, как, где ты понимаешь, как ты можешь эту проблему решить и, ну, соответственно, продать потом по гораздо более высокой цене этот лот. То есть вот в этом ли суть этого? А здесь на самом деле каждый решает сам, потому что кто-то занимается, вот у нас тоже вот разные ученики есть, допустим, кто-то занимается конкретно квартирами, все. И берет квартиры, допустим, одно-двухкомнатные, потому что трешки не берет, потому что он считает, что, допустим, их сложнее продать. Кто-то, наоборот, трешки берет, потому что он понимает, что цена будет за трешку дешевле, но знает, как их продавать. Или, допустим, он берет их специально для того, чтобы разбивать на студии и сдавать по суточному. Кто-то, допустим, покупает чисто металлолом. Ему не важно все остальное. Кто-то покупает здания под разбор. То есть, покупает большие заводы, которые просто там, по сути, одни стены остались. Многие думают, блин, зачем он покупает. На самом деле, у него продумана стратегия. Он пригоняет туда технику и начинает все это разбирать. И получается, он бетон крошит в такую крошку, которую продает на отцеп. Значит, достает арматуру. Арматура, она еще с советских лет, она такая здоровая. То есть, мне фотографии показывают. Там, значит, бывает арматура, она вот с человеческую руку толщиной. И на этом все хорошо зарабатывает. А кто-то думает, зачем мне этот какой-то хлам. Кто-то занимается чисто земельными участками. Именно земельными участками, связанными с сельским хозяйством. Почему? Потому что у него есть инвестор или покупатель, который эти участки скупает. То есть, тут, опять же, каждый смотрит под себя. И бывает часто такая ситуация, что человек выбирает направление именно с того лота, который у него был первый. И у него он получился. То он у него получился, он понял. И он начинает просто его масштабировать. Здесь то же самое. То есть, тут можно взять, допустим, если вы занимаетесь строительством, вы понимаете, в технике, да, или там в строительных материалах. Начинаю смотреть в эту сторону. Занимайтесь машинами, смотрим машины. То есть, у нас есть ученики, кто, допустим, сам находится в Новосибирске. Он покупает машины в Питере, пригоняет и там продает. Кто-то у нас, допустим, ученик сам находится в Крыму, покупает машины, значит, на материке и, соответственно, их тоже туда пригоняет. И зарабатывает свой процент. То есть, каждый сам выбирает вариант. Главное с чего-то начать. Начать можно. Лотов, на самом деле, очень много. Самое главное смотреть. Вот это самое главное. Не нужно никогда... Даже вот конкурсно, если вам говорит по телефону, там, зуб даю, что самый лучший лот, я бы там сам его купил, денег нет. Вот когда вам так начинают говорить, значит, все, человек начинает, ну, он вам врет. Я так понимаю, конкурсным управляющим вообще не стоит сильно доверять. И в большинстве случаев это тебе не друг. На самом деле, тут намного все, как бы, проще. То есть, с одной стороны, кажется, что, блин, все конкурсные, значит, враги, значит, по отношению к тебе. На самом деле, как я уже ранее говорил, что мы заранее не знаем, вот, тот человек, насколько он честный. Потому что, на самом деле, таких конкурсных, которые вот такие хитрецы, да, скажем так, их, ну, 1-2 процента. А когда ты только начинаешь, ты думаешь, что все поголовно вот такие, значит, тебя хотят обмануть, хотят надуть, чтобы ты купил непонятно что. А потом, когда ты с конкурсным управляющим познакомился, а первая сделка, она как раз позволяет, что ты приезжаешь к нему уже на место, подписываешь акт. Ты же все равно общаешься с ним. Кофе пьешь, чай пьешь, за жизнь там начинаешь общаться. И бывает так, что ты с ним налаживаешь контакт. Конкурсный управляющий тоже люди, они, ну, хотят свою копеечку заработать. И потом бывает так, что, допустим, мне вот рассказывали, что один, допустим, человек у нас в Сочи занимается гостиницами, да. Он с конкурсом так контакт наладит, что тот к нему уже отдыхать приезжает. Значит, и, соответственно, наверное, у многих возникает вопрос, с чего мне начать, у меня мало денег. И есть несколько путей, вот один из таких вариантов, это когда немножко денег, да, соответственно, сейчас разберем, какие вот плоты у нас ученики покупают. Вот в первом примере, значит, Роман купил несколько ноутбуков у банкрота. Банкротом был, значит, у нас раньше такой футбольный клуб был Амкар в Перми. Многие, наверное, его слышали. Вот, и там продавались разные компьютеры, соответственно, при этом Роман... Не выезжал, их не смотрел, он, соответственно, все удаленно, значит, купил. И также удаленно, значит, продал, нашел человека, сделал ему доверенность и получил, значит, свою прибыль 37 тысяч. Буквально все удаленно, не выезжая из своего дома. Значит, второй пример, это когда можно купить, как я уже говорил, различную мебель. Это вот Алексей купил 41 объект мебели, значит, просто сравнивал, значит, что он может продать на Авито, поучаствовал в торгах. И, соответственно, как он говорил, значит, я там просто смотрел, если на Авито продается, значит, стол за 2 тысячи, я продаю там за тысячу. То есть, просто со скидкой за 2 недели 40 тысяч заработал. Вот, если у нас, допустим, финансы есть, но мы хотим немножко заработать, да, тут тоже есть вариант такой, как можно сузить нишу, либо, соответственно, работать под инвестора или, соответственно, привлеченный капитал. Значит, один из вариантов у нас, Ильяна из Кемерово нашла, значит, Volkswagen Polo в хорошем состоянии, подала заявку, буквально выиграл там. Она сначала подала заявку, потом видит, что там несколько участников, там на многих площадках видно, допустим, количество подано заявок, допустим, 7. И ты уже понимаешь, что там 7 конкурентов, и вот она по нашей методике, значит, заявку отозвала, пересчитала, подала и была первой. Потому что, говорит, если бы я оставил прежнюю заявку с ценой, то, соответственно, проиграла. И самое интересное, она подпросила собственницу, которая была банкротом, машину доставить в Кемерово. То есть, она даже за ней не ездила, банкрот сам привез. И, соответственно, она потом, когда получила документы от управляющего, управляющий сам был в Питере, значит, продала автосалонную эту машину. Вот, как эта машина выглядела. Еще один вариант, это когда тоже у нас Людмила рассказывала, да, то есть, человек тоже, значит, пытался заняться бизнесом, открыл АИП, АИП, занялась вторсырьем, но не получился процесс, долгов много, значит, пришлось пойти в банкротство. Но она такая боевая, и, соответственно, искала варианты, как можно, на чем зарабатывать. Соответственно, вот как раз натолкнулась на торги, и, соответственно, значит, нашла свой лот, это был погрузчик. Далее она нашла инвестора, то есть, разместила объявление, нашла инвестора, соответственно, инвестор перевел аванс. При этом она сама не могла участвовать в торгах, поэтому она сделала ЦП на своего брата. И далее получалась ситуация какая, значит, она находила лоты на площадках через агрегаторы, направляла инвестору. Инвестор сам выезжал, все смотрел и говорил, да, мне это устраивает. Соответственно, дальше они участвовали в торгах, и, соответственно, побежали. Прибыль делили 50 на 50. Вот, то есть, тоже вариант, как можно, если тяжелая ситуация, попали в банкротство, как вот можно дополнительно зарабатывать. Еще один из вариантов, как я уже говорил, можно начать с монет. То есть, вот Олег как раз, значит, решил попробовать монеты. Его интересует как раз вот такая тема. Был единственным участником, купил там 89 монет. Но они именно серебряные, недостаток серебра, то, что если продавать напрямую в банк, в тот же Сбербанк, он проще покупает золотые монеты, серебро. Он не очень любит. Покупать, продавать любит, покупать не любит. Поэтому здесь тоже такая, значит, стратегия, когда ты знаешь, что эти монеты могут купить на различных форумах специализированных. Значит, сам он не выезжал, потому что у нас все такое имущество ценное, ювелирное, оно хранится в одном месте в Москве. И всегда оно бывает в очень хорошем состоянии. Вот, соответственно, тут вот фотографики есть, им можно, в принципе, верить. Вот, и еще один из вариантов, когда бюджет позволяет, то можно, соответственно, уже сосредоточиться на покупке различных крупных флотов, стратегии инвестирования или кого-то привлекать как соинвесторов. Вот, у нас, как я уже сказал, люди разные бывают, то есть разного возраста, разного положения, опытные юристы у нас обучаются. И вот одним из таких учеников как раз была Саня, она сама риэлтор. И говорит, она давно занимается именно недвижкой и, соответственно, хотела как раз разобраться, как можно покупать. И первым флотом как раз была однокомнатная квартира. Она говорит, я туда не выезжал, потому что я этот город знаю как свои пять пальцев. То есть она знает в каком месте, какой дом, какого года, какой планировки и так далее. И самое интересное, значит, квартиру продавал банк через агентство по страхованию вкладов и банк, соответственно, занимался выселением. То есть ей просто тоже повезло. Она говорит, я получила, значит, стала собственником и через два месяца, когда выселение прошло, значит, люди сами приехали, все, значит, вывезли, ключи отдали. И потом она через четыре месяца продала за миллион с копейками. Вот, то есть разные варианты бывают. Ну и вот свой пример тоже расскажу, когда вот можно покупать какие-то крупные лоты. В данном примере мы покупали восемь квартир и комнату в Уфе. Привлекли 20 соинвесторов. Это были наши ученики, партнеры, даже мои родственники были. И, соответственно, все квартиры были в собственности банка, при этом там проживали люди. И, соответственно, как раз с ними нам пришлось много общаться. И получив такой опыт, значит, я всегда всем своим ученикам и даже вам, ребят, посоветую, когда вы покупаете недвижку, там бывают разные ситуации. То есть люди где-то готовы выехать. Они все прекрасно понимают. Да, ситуация такая, попали в банкротство. Бывает, все, сейчас торги закончатся, мы освободим. Бывают жильцы, которые прямо занимают глухую оборону, говорят, мы никуда не поедем, мы будем здесь охранять, никого не пустим и так далее. И нам как раз приходилось с такими людьми общаться, доводить до них мысль, что, ребят, лучше начать вам, наверное, жизнь чистого листа. Зачем вот новые суды, новые расходы, новые долги. И здесь мы как раз шли людям на встречу, значит, мы им, у меня там партнер как раз, Александр, значит, в Уфе находился. И мы и вместе общались, и он отдельно общался. И мы входили в положение, узнавали, как им помочь. Где-то мы мебель выкупали, где-то мы деньги платили, чтобы, значит, мама с дочкой выписались. То есть, где-то мы нанимали, значит, машины, грузчиков. То есть, процесс вот такой решаемый. И, в принципе, все у нас, где-то у нас выезжали, нам ключи отдавали, где-то у нас выезжали, ключи отдавали, но не выписывались. Потому что понятно, что у каждой квартиры есть долги. При этом, сразу на этом это отмечу, что те долги по коммуналке, которые есть у должника, они на нас с вами, как на новых собственников, не переходят. То есть, у нас были квартиры, когда там долг 200 тысяч, 600 тысяч рублей, и нас пыталась ЕРКЦ эти долги повесить на нас. Но мы работаем в рамках закона, мы все прописывали, и, соответственно, им ничего не оставалось, что как бы это, да, все долги остаются за старым собственником. Вот, и ситуации были такие, что человек вроде соглашался, шел в паспортный стол, но в паспортном столе ему говорили, мы тебя не выпишем, пока ты не погашишь долг. 600 тысяч рублей, человек говорит, все, и пропадал. Вот, тогда приходилось нам через суд их выселять. Время где-то примерно занимало 3 месяца. Все. Через суд, даже если он не появлялся в суде, значит, появлялось решение суда. Мы с этим решением ехали в паспортный стол, в паспортный стол, все, значит, человека выписывали. Вот. По поводу денег, да, то есть, 15 миллионов я привлек, соответственно, продали за 23 миллиона. Прибыль получили где-то около 5 миллионов. И у нас инвесторы получили чистые 27% годовых. То есть, в этом примере мы инвесторам отдавали от прибыли, которую мы получали от каждой квартиры, 63%. У меня теща была очень довольна, что она со мной так заработала. Вот. Это вот один из примеров, когда можно привлекать инвесторов. И вот сейчас тоже многие ученики, значит, когда присылают свои отзывы, там бывает до такого, что там тяжелая ситуация в семье, там человек полностью погружается в торги, находит квартиру. Только задаток заплатил, находит уже покупателя. Покупатель готов эту квартиру купить. Значит, он с инвестором, с конкурсом договаривается, что, слушай, а давай мы с тобой заявку, значит, сделаем, как будто я по агентской схеме участвовал. Инвестор говорит, давай. Ой. Значит, конкурс говорит, давай. И все, и получается, что человек вообще потратил только задаток, и у него уже, по сути, квартира уже в продаже. И когда он это рассказывает своим родственникам, у него буквально там мама, там сестра, все, готовы там снимать деньги со вкладов, которые, ну, по сути, там лежат, ничего не приносят. И готовы, значит, помогать. И самое главное, что нам, как участников, тут рисковать-то, по сути, нечем. Потому что даже вот если мы проиграли, нам задаток возвращается обратно. То есть, по закону конкурсный управляющий не имеет права деньги, оплаченные в качестве задатка, никуда девать. То есть, ни на вклады девать, ни кредиторам отдавать. Все, он получил задаток, он все должен этот задаток, как только торги закончились, вернуть всем, тем, кто проиграл. Понятно, кто выиграл, он, соответственно, задаток засчитывается в счет стоимости договора. Да, лота хватит на всем. Это вот буквально 19-й год. Газета «Коммерсант» – это одно из печатных изданий, которое по закону имеет право публиковать информацию. В 19-м году у нас было 163 страницы. Вот как эти страницы выглядят. То есть, мелким-мелким шрифтом написано, значит, и вот на каждом листе, вот в газетном, информация по банкротству. И эта информация, она никогда не дублируется. То есть, всегда новая информация. Вот. И, соответственно, сейчас 213 уже станет. То есть, газета становится все толще, толще, толще. Вот. Это, наверное, один из аргументов того, что у нас лотов хватит на всех. Спасибо. Много мы погрузились с вами в тему торгов сегодня. Подробнее, чтобы в этом вопросе разобраться, какие шаги можно предпринять? Если, ребят, вам эта тема стала интересна, вы хотите прямо в ней разобраться, то я приглашаю вас на наш бесплатный, бесплатный марафон. Он пятидневный. Соответственно, ссылочка будет под этим видео. Вы можете прийти. Там каждый день будет определенное задание. Эти задания будут проверять наши кураторы. Это все бесплатно. Соответственно, на этом марафоне вы найдете свой первый объект. Вы поймете, как их смотреть, как анализировать, как общаться с конкурсом, на что обращать внимание. И, соответственно, по истечении пятого дня у вас уже будет конкретный лот, с которого вы можете уже выходить на торги и, соответственно, участвовать в торгах. Поэтому, если тема торгов интересна, вы хотите вот этот дополнительный какой-то заработок иметь, как я уже сказал, не нужно с работы увольняться, можно делать все на работе. Времени занимает буквально от пяти до тридцати минут, чтобы найти, пообщаться с конкурсом. И, соответственно, дали уже понять, если тема интересна, то уже можно дальше погружаться. Хорошо, спасибо, Олег. Мы дадим ссылку. Кому интересно, пройдите марафон, изучите, разберитесь в теме. И, Олег, в финале вот задам такой вопрос, который часто задавался. Если эта тема действительно столь выгодна, интересна, на ней можно хорошо зарабатывать, зачем вы занимаетесь обучением в этой теме, плодите себе конкурентов? Зачем, ну почему бы просто не сосредоточиться и не заниматься вот чисто торгами самому? А зачем вы вот делаете Академию торгов? На самом деле вопрос хороший, часто задают. Мы сосредоточены на том, чтобы давать больше пользы, потому что, как я уже сказал, лотов очень много. То есть тут, ну хватит на всех. При этом мы обучаем наших учеников и ищем партнеров. То есть, как я уже сказал, есть очень много разных вариантов, в том числе по Уфе. Этот лот нашел не я, это нашел наш ученик Александр. Соответственно, мы находим себе партнеров, находим соинвесторов, инвесторов. И самое главное, что те ученики, которые проходят у нас обучение, им уже потом не нужно долго-долго объяснять, в чем выгода от участия в совместной покупке какого-то конкретного лота. Потому что они уже все понимают, им нужно показать цифры покупки, цифры продажи, сколько времени займет, какие есть нюансы, на что обращать внимание и примерно какая будет прибыль. И мы как раз хотим с помощью нашей академии привлечь учеников, чтобы они стали нашими партнерами, привлечь инвесторов, чтобы эти ученики вместе с инвесторами зарабатывали. При этом у нас есть специальный рейтинг в академии, когда ученик чем больше покупает, чем больше делится информацией, тем, соответственно, больше инвестор обращает на него внимание и, соответственно, в будущем он с ними начинает работать. И даже когда мне в социальных сетях пишут инвесторы, что я что-то сам не хочу заниматься, дай мне какого-нибудь ученика или там сам за ним есть, я, соответственно, с удовольствием данных инвесторов передаю нашим ученикам и они уже дальше уже совместно с ними работают. Инвестор получает по выгодной цене те лоты, которые им интересны, а ученик получает, соответственно, свою комиссию и дальнейший стимул работать в этой теме. Олег, я могу и участвовать как инвестор в этой истории, да? То есть каким-то образом зайти в ваше сообщество и просто как инвестор финансировать какие-то сделки, да? То есть у нас и сами инвесторы заходят в академию и, соответственно, у нас есть ученики, которые показывают какие-то интересные лоты, которые они полностью проработали, не то что там вот дайте мне столько денег, да, я там поучаствую. Нет, там конкретно полный анализ, полный расклад. И дальше уже инвестор определять, интересно, неинтересно. Если интересно, то, соответственно, дальше они уже начинают либо совместно участвовать, либо инвестор просто ему, значит, деньги перечисляет. То есть у нас тоже вот сегодня показывал примеры, когда инвестор встречался, понимал, находил общие точки соприкосновения. И дальше они уже, значит, просто покупали на инвесторские деньги и делили прибыль пополам. Олег, если я как инвестор хочу зайти, мне с чего начать тоже с этого, с базового марафона лучше? Если инвестор, то в принципе да, потому что, ну, чтобы понять, что такое торги, на что стоит обращать внимание, как весь процесс проходит, вот, потому что, ну, марафон он сделан так, чтобы там любой человек понял, значит, что там, на что стоит обращать внимание, что важно, что не важно, где, значит, на что стоит обращать внимание, да. И дальше уже понять для себя, либо он просто находит себе исполнителя, либо он, у нас были случаи, когда человек просмотрел, понял, что тема интересна, но у него самого нет на это времени. Тогда он просто находил, допустим, своего какого-то работника, направлял на обучение, либо, допустим, дочь отправляла ли сына. Вот, как пример, сказал, что у нас 15-летний школьник, да, вот, купил 60 соток, значит, земли ИЖС в Нижегородской области за 270 тысяч, там, одна сотка стоит 120 тысяч, он уже понял, что он просто берёт эти 60, нарежет на 12 участков и продаст. При этом он, как школьник, не имеет права участвовать, поэтому он сделает ЦП на, ну, на родственника. На родственника, да. Поэтому, если вот даже у школьника получилось, то, соответственно, ну, у вас-то точно получится. Мне понравилась идея чужими руками это сделать, может быть, я тоже кого-то направлю от себя, чтобы человек изучил и... Конечно, это уже будет больше доверия ему, да, что он не подведёт, и у того человека будет больше возможностей, больше заработок, потому что на торгах, как бы, потолка заработка нет. То есть тут сколько купил, сколько продал, столько и заработал. Хорошо, спасибо большое, Олег. Мы под видео дадим ссылку на данный марафон, пройдите, изучите, как минимум, разберётесь более детально, как всё это работает. У нас также некоторое время назад, уже больше года назад, выходили видео с Олегом, где он рассказывал некоторые свои кейсы, очень интересные, как они общежития делали, ещё что-то там, в Надыме какие-то весёлые истории были по продаже объектов. Посмотрите, мы дадим ссылки под видео. Олег, благодарю, спасибо, что поделились информацией.